Дай почитать. Книгу «Призраки оперы», в которую вошли две повести – «Взятие бастели» и «Найти татьяну». В одном из интервью Анна Матвеева призналась, что исключительно писательский труд не способен прокормить сегодня, если ты, конечно, не Захар Прилепин или не Алексей Иванов. Что она не любит определение женской прозы, но ей кажется довольно оскорбительным, надуманным и примитивным. И с ней не поспоришь, ведь неважно, кто пишет, важно, как это написано. Анна Матвеева уверена, что искусство – это незаказанный продукт. Настоящее искусство делается без размышления, для кого это. И хотя в нашей читающей стране большинство читателей – женщины, им не всегда нравятся грустные финалы, но жизнь часто бывает именно такая. Врать-то тоже не будешь. Книгу «Призраки оперы» анонсирует Леонид Юзефович, отмечающий, что Анна Матвеева обладает редким даром рассказчицы историй, которые невозможно не дочитать до конца. И Алексей Иванов, сравнивший прозу Анны Матвеевой с танцем кокетливым, переменчивым и артистичным. Признаюсь, это не первая книга Матвеева и мной прочитанная, но впечатлила она меня сильнее всех. И непредсказуемостью, и поэтичностью, и характерами, и магией театрального искусства, и пошлостью закулисья, и каким-то невероятно объемным художественным пространством, многоплановостью и необъяснимой русской тоской, и поисками смысла жизни. Главная героиня – взятие Бастилии Мариана, обладательница завораживающего голоса, подающая просто мировые надежды. В один день становится безголосой. Все, никаких надежд на блестящее будущее. Вот и остается серая, унылая жизнь сотрудницы элит-отдела, пишущей тексты к программкам. Но каждая глава начинается с либретта, придуманного Марианной. Свой 44-й день рождения она решила отметить в Париже и посетить оперу. Невероятно сплетены сюжетные линии в повести «Найти Татьяну». И все это на фоне высокой оперы. Но только судьба сплетает и расплетает узоры, а человек оказывается бессилен и перед сценической пьесой, и перед реальными событиями действительности, где уже мне, к сожалению, ничего не изменить. Анна Матвеева «Призраки оперы 16+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!